Субтитры сделал DimaTorzok А потом уже будем париться По поводу того, что делать Так, да, чтобы был денечек Часового 14 Ну, нормально Мы еще и выброс проспали Впервые, на самом деле, так Похавай, а то еда уже красненькая Блазначок, поговорить с Петровичем Сейчас побазарим Это здесь так и сидят, заразы Ну и сидите, короче Вот это, я понимаю, утро Утро просто Сосновом лесу, красотища Да и только, ребят Жалко, что ветер не дует, было бы вообще супер Было бы полное ощущение реальности Так, друг По поводу квеста жопа, короче Ага Ты не в шутку Перебывал здесь всех, что случилось с тобой на заводе Я открыл координаты, но получили их не те люди Отправка координат была Плохой идеей, но уже ничего не изменить О чем ты говоришь, зверь Всех подробностей пока рассказать не могу, но возможно нам угрожает опасность Ээээ Так, думаю мы сможем отразить любую атаку База хорошо защищается Надеюсь, так и будет Ладно Вот, возвращай тебе передатчик, держи Ладно Кстати, я раздавался тот КПК, что ты просил И после того, что там прочитал, отдал его Ставриду Надеюсь, ты не против Не против, что у нас за инфа была? Сходи к Ставриду, а, он всё расскажет, я понял Блядь, почему КПК мой это дал у Ставриду? Я против, мать твою Дружище, а какого хрена? Это же мой, я тебе принёс Тебе он не Ставрид принёс, как вот, блядь Сука, индюк Окей, я тебя понял, дружище Так и сделаем Блин, надо с этим доп-квестом, да, порешать Тут сезона там всего лишь одна По центру Как там его зовут? Не, как звали, упокой душу Как звали парня, там что-то Сашка, Сашка Блядь, можешь просто всех перебить А ну Можешь сначала выполнить этот квест Блин, ну, я не буду срать, конечно, свой ПКМ, у нас для этого есть Петушок Золотой гребешок Так Кто здесь Саня? Тихо, ломает Сашка здесь кто? Блядь, то вчера, короче, было пару сотен этих Зомбарей, то нихера нету Чё за бред? Где Александр? Санёк, тебя нужно упокоить Мне проплатили за экзорцизм Денюжку Мне показалось Фу, блин, я думал, ещё один на этот пузырь, блин Пространственный Чё-то не пересрался Слушай, чё за херня, ребят? То их там было пару сотен, то нихера нет никого Где все эти? Гаврики Куда все делись-то? Ау Чё-то как-то стрёмненько стало Куда все зомбари-то подевались? Собак вижу, то есть спаун работает Ай Ребят Такие парни, парни тупые, орут голосом Синемана Девы, а? Я чё-то это Чётко потерялся Блин, ну тут же было Вот они ходили перед этой грёбанной аномалией Такие со стволами Ну, орали, чё-то там это Вот тут же прям было, я как помню Какого хера? У вас чё, какое-то собрание пенсионное или чё? Куда все делись? Слушай, в натуре никого-нибудь, ни одного тела Етите-колотите Кого ж мне теперь упокоить? Чью душу? Оп, тихо Ай, это обычный пацан-вольник ходит Охренеть Вот те и в зале КВС То их было дохера, то теперь нет нихера, блин Куда-то скрылись, уроды Вот Сашка, зараза, спрятался от меня Ну ладно, ладно, ладно Пока что хер забью на этот квест Хотя, блин Упокоить парня нужно Может, есть смысл как-то там перечитать чё-то? Я, может, чё-то профукался, нет? Так Нет, ещё чётко пораньше Я там проспал, да-да-да-да Ещё, 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 ещё Вот, где-то здесь, короче, в конце должно быть В конце Стоп И уже 16 число Вниз, вниз, вниз Вниз Так, это рыба Так, это было вот где-то между этим Я тут поспал Ну, да, да Ой, сразу пошёл Петрович Вот срань, дом квеста здесь нету почему-то В текстах Какой чёрт Вот хрень, блин, ну ладно Так, с кем нужно поп... А, Ставрит, 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 Ставрит Сейчас побазарю Ставрит, Ставрит Дело есть Чё было в КПК? Чё? Яреш, ты в пряткинёмник Насчёт получиться с тобой на заводе С проспросами лезть не буду Если есть чем поделиться, то поделюсь Всё хорошо, не забивая голову Что там за информация на КПК, Миклухи? Ладно, тогда перейдём, пожалуй, к записям на КПК Петрович не удалось расшифровать все записи Но всё же мы могли найти полезную информацию И у Миклухи был запасной план Как вы видите, монолитов за вставы План довольно-таки простой Нужно замаскироваться под монолитовцев Понятнуть... Да, это, блядь, это просто изи план Понятнуть на их базу И с помощью зачатки подорвать здание Я думаю, что данный план нужно опробовать Но в первую очередь нужно достать костюм монолитовцев И КПК одного из них Затем ты, Сологуб, перененетесь А, переодевшись на базу Ну я понял дальше, да Неплохой план, где же достать костюмы Я пробил по своим каналам Один торговец готов предоставить нам два костюма Но в обмен на костюм просят ствол СР-3 Вихрь Нихуя себе, блин С таким названием я тоже хочу ствол Я не знаю Поставщики шамана тоже не могут до себя достать Может ты по своим каналам пробьёшь Мои каналы не станут мне помогать Лучше вообще не связываться сейчас с синдикатом Просто стучишься в пространственном пузыре Плохо, но всё же поспрашиваю людей по этому поводу Может найдём кому-нибудь Ты чё, троллишь что ли? Если Ты как лидер группировки не знаешь, где достать такую пушку Если не знаешь, где достать бармен То Откуда знают обычные ребята? Я не понимаю Чё там за ствол такой? Вихрь СР-Вихрь Это чё, системная, не знаю Системная ракета? Ну-ка Я ещё в томат СР-3 вихрь Я без понятия Если шаман не знает, то Сходи к Сиды, а к Петровичу он может... А, ну окей Сейчас ещё спросим у этого Он вообще не базарит Бывай Я уже говорил со старинным по этому поводу Ладно, спасибо за ответ Да я знаю, что я говорил со старинным по этому поводу Но я решил уточнить Блин Найти ствол, о котором хера знает кто вообще Вот никто не знает Шо ж там за колыма такая? Мне что интересно даже А это для того торговца, что норецкие костюмы на этот ствол сразу вспоминать? Нет, не знаю Да, да И все говорят, типа, если не может шаман, то не может никто Спасибо, обнадёжил, блять Настоящий друг Что-то ты... Что-то ты бледненький Да знаю, знаю, знаю Счастливо Плохо сплю по ночам Кошмары, сука Бибер снится Здесь... О, кстати, нычка была пустая Так, лазарет Блин, мне бы с тобой квест перетереть по новой А? А? Ёлки-палки Я уже перестрелял по ходу этого санька Я даже не заметил Ещё в походах первой серии на заставе А я парюсь... Ты кто, дурочка? Заткнись ты, ты кто, дурочка? Ты кто, дурочка? О, получили нормально За ствол спасибо Дам тебе совет Бросай пить Косой друга Ты своим пьянством Всё равно уже не вернёшь Да, дружище, давай Харе бухарить Ты знаешь, где ствол СР-3? Я понял Нихера он не знает Блин! А я ищу, короче, его друга Где он? Как его найти? Как его убить? Оказывается, я его, короче, в первый раз превалил О, ну нормально Теперь у нас есть ствол против мутантов Отлично Спасибо, друг Нормальный квест Вот вам и пьяница Видите, за друга последнюю пушку отдал Вот это я понимаю дружба Так, Петрович он сходить Я понял Сейчас сходим Что-то какой-то Петрович подозрительный Всё знает, всё умеет Обгры... Так, ещё один ствол СР-3 Вихрь Нет, достать я не смогу Да, я сомневаюсь, что на заставе Надьётся человек, который сможет Не, ну это заебись, ребят Заебись Чё я вам скажу сказать Как бы Я спросил у всех живых На этой грёбаной локации Сказали, типа, дружище Нет, мы не знаем Если не знает шаман То не знает никто И пока Классно Классненько Опа! Шмыга Эй, наёбник Я тут краем уха слышу Стой вихрь ищешь Могу тебе с этим помочь Но сначала мне нужно Оп Ссыка Я не хочу помогать шмыге А сам, как думаешь Сворить с этой дыры хочу Поможешь Я тебе ствол подгоню Ты не сын Мочи никому не придётся Нужно просто ключ от клетки добыть Так Добыть мне сложно От этой клетки я издал ключа Один у этого козла Ставрида Другой у Белухимика Но сейчас ключ химика у Сологуба Мне тут Один сталкируга наплёл Что на ночь Сологуб Ключ вроде как у себя На тумбочке оставляет А сам вдруг не без задних ног Зуб могу дать Ты не боись Своё слово держу Блядь, пацаны Эта тема плохая Знаете почему? Нас здесь всё равно боятся Сылает Это же Ставрит нам сказал Одна, короче Одна просечка Типа одна осечка И Мы, короче, в чёрном списке И нас будут Сразу решать Вот сейчас мы его Как бы выведем, да И, возможно, мы будем врагами Для этих парней Привет, брат Это нехорошо Так Ну, привет Вот он, Сологуб Вот она, Тумбочка Вот тут он спит Дождается ночи Ну, ладно, пойду тоже посплю Чё делать-то? Второй раз за день Сонное тетерево И здесь сонная тетеря Так, до ночи Давай там тонн-тон-тон тунн до интуент да тихо тихо не с brainstorming sane и сейчас все будет сейчас все будет нормал дктtır тушь я бы уеха пошла на картонах на картонах никто ничего не видит пацаны без полива там этот медик еще падла он зараза не спит он меня увидел меня увидел твою мать тихо 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 полный картон он на меня посмотрел на меня посмотрел как же страшно опа садок спит тихо 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 нормально все нормально ребят выползаю тихо 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 привет 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 если смотрят отлично есть время нормально нормально ползем нормально давай раз два раз два блять на засекли по меньшей мере три человека по 100 воль наверху блять этот доктор гребаный еще парочку человек какая-то операция не очень я максимально Быстро передвигайся Я быстрее не могу Давай, давай, дружище Блин Само приколу Сейчас я открою как бы А как он выйдет-то? Там же охрана ходит прям по хате Вон, блядь, фонарем ебашит Но это уже не наша проблема Блядь, мне кажется, это кидало Откуда, блядь, этого пидораса, блядь Ствол, нахуй, про который не знают даже бармены Че-то пахнет палевым каким-то Так, ну мы почти у цели Просто почти, почти, почти Так, кто там фонарем так светит, зараза Туда и сюда, как, блин, этим Прожектором Тихо Так, блядь, доползли, доползли, доползли Нормально, нормально, не ссы Не ссы, все окей Запей водичкой, запей Вот ключ у меня Так, ай, красава, ну я, давай быстрее его сюда А то ночь короткая, нам еще нужно свалить по-тихому Не гони лошадей Ключ-то так, как на место встречать будем В общем, слушай, встретимся с тобой за домом Ты сейчас выходишь и ждешь меня там Я с братком открываю клетку и потихоньку двигаюсь в твою сторону Точное место нашей встречи я тебя отмечу Там я отдам тебе ключ А стул когда я получу? Собственно, нужно на улице, нужно... Блядь, сука Ребят, ну это кидало вам пахнет, сука Ну воняет Просто пиздец Блядь, запахло жопой просто Карту покажи За домом Сейчас я получу в третий раз по затылку И меня отключат Я уверен, блядь, на сто процентов Инфа сотня, блядь Тут и доктор у них идит Ты перепрыгивай Вот не ты, похоже, сейчас кого-то убьет Ра, они такие чисто с братком вышли Просто вышли и пошли куда-то влево Так Идут Угу, вижу, 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 да Ага Не дай бог меня кинули, сука Я вас... Так, сейв дали Пушка на мне Так, ну-ка сюда Значит, поутру приходи к старой школе Я с братвой там буду Придешь, получишь свою волыну Ну никому хоть не стрепись про наш уговор И без тебя знаю, что делать Так, ну ладно, держи ключ Все, мы погнали Времени трепаться не буду Окей Так, блядь, надо еще ключ вернуть Интересно, можно просто сейчас зайти Как бы По-тихому А там еще спит, блядь Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Блядь, мы только что подставили сталкера. И сейчас, как бы, если узнаешь, что сбежали эти пидорасы, подумать на него, потому что только у него ключ был. Ёбаный в рот, блядь. Чувствую себя говном. Так, о какой школе? Куда идти? К старой школе. Я, наверное, посплю, потому что... Ну, как бы, ну нахер. Я не люблю ночью ползать по таким территориям. Сейчас дадим дрэхтуна. Дрэстуна. До часов, наверное, до 14, да? О, нормально. Всё, поспали. Эй, наёмник, твои стволы прибыли. Шмага ждёт тебя. Смотри, не приводи из себя хвоста. Так, я понял. Блядь, как это подозрительно, понимаете? Вот подозрительно, блядь. Вот не нравится мне это всё. Как бы всё так тихо, типа никто ничего не заметил. Блин, да не может быть такого. Я, блядь, на виду, на вашем просто всё вытащил. Ну, какого чёрта? И место такое плохое в этой школе. Возле чистых сооружений. Как же всё стрёмно-то, а? Всё максимально стрёмно. Стремней не бывает. Стрём работает на максимуме. Сейчас, блин, вот... Опа! Чё-то я так пошёл. Они так, короче, в линию, в фрейм за мной, что я пересрался. Опачки. Семён Барон. А, ты типа здесь охраняешь? Ну, охраняй. Блядь, может, это всё-таки хвост за мной, а? Надо смотреть на карту, может, он передвигаться будет сейчас. Хер его знает. Не, вроде бы не пошёл за мной. Так, где ваша школа грёбаная? Блядь, там с другой стороны. Нахера сюда полез-то? С аномалией, аномалией до жопы. Ух ты, ё-моё. Ёлки-палки. Здесь с аномалией просто трыньец. Блин, эээ, ребят, сейчас меня кинут на стволы, я чувствую. Это бандиты. Надо быть готовым. Сейчас будет месиво, я уверен. Сейчас будет мясцо. Бандиты достали элитный ствол, про который никто не знал, за то, что я просто их спас. Не-не-не-не-не-не-не-не. Это на них не похоже. Причём совсем. Совсем не похоже. Так. Привет. Ну их здесь всего 4 человека, поэтому херня, я должен всех поубивать, в принципе. Налегке. Сдарённый, я хочу разблагодарить тебя за то, что достал из этой дыры. Давай, откинем любезность в сторону, мои стволы уже у тебя. А как же я ведь просто так слов на ветер не бросаю. Стволы новенькие, даже ещё не пристрелянные как следует. Короче, всё как надо. Кстати, тебя там вчера не спалили за нашими делами. Нет, всё просто как надо, давай сюда стволы. Вот, держи, не твои, отлично, я пойду. Покажи мне эти стволы. А, вот это стволы с R3 вихрь. Компактный российский автомат, разработанный в Климовском... С НИТОЧМАШ конструкторами АД Борисовым и Левченко. У меня в 4-м году доводился до пуска конструкторами. И так, был запущен серийный производство в 96-м году. Восознанно на основе шумного автомата ВАЛД, с которым... А, типа лёгкая пушка. Круто. Ништяк. Отлично. Блин, это бандиты, чё, прям вот так вот вы сделали прям всё это по-пацански? Могших убить всех, ребят. Я просто не знаю, как бы, ну... На кой хер мне свидетели? Ну, хер его знает, да? Хер его знает. Так, ладно. Играем. Пока в стволе их живых. Надо будет убью, на самом деле. Ну, просто, не знаю, как бы, бандиты... Прям... По-пацански. Мы им помогли, а не помогли нам. Принесли нам стволы. Чё-то, короче, странненькое. Но поверим этим ребятам, что мы просто видим не в первый раз. Не знаю. Такое ощущение, как будто их нужно убить. Потому что, если нас палят, то нас на базе не поймут. Просто не поймут. Мы, конечно, можем сказать, что мы, типа, делали благое дело, там, все дела. Мы достали тебе вот они стволы, которые ты хотел. Всё, обмен готов. Но, блядь. Мы обокрали своих же пацанов, и поэтому нас просто не поймут, ребят. Я больше чем уверен. Сука, какая-то яма, блядь, сраная. Так, сейчас надо зайти к Ганти опять. Может, у него квест всё-таки появился, зараза, а? Ганта, ганту, гантай. Есть квест. Ой, да иди ты нахер. Задолбал уже. Нету, нету, блядь. Ну, нету, 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 всё, иди нафиг, всё. Больше-таки не приду. Устал, понимаю. Давно не ел. Так, где конец, 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 конец этого забора? Ага. И нам вот туды. Нихерашечки не видно. Но это ладно. Так, вот сейчас, не дай бог, сейчас на базе здесь все враги. Поначали шмалять. Прям с пулемёта, с крыши. Скажут, ты гнида, падла, тварь. Нас кинул на ключ. Отпустил пленных, урод, падла. Ну, хрен его знает. Не, вроде все нормально. Блин, не перепрыгну. Бывает. Зверь, ты где ходишь? Зайди ко мне, у нас кое-что произошло. Блядь. Сука, все-таки узнали. Ну да, в принципе, клетка пустая, пацаны, это видно. Чё поделать? Так, сейчас будем врать, как боги, что это не мы. О, а чё он так стал к нам спиной? И почему... А, ёб твою медь, чувак. Чё ты так развернула-то, а? Зверь, ты где был? У нас такое что-то произошло. Те двое бандитов, что в клетке сидели, они сбежали на этой ночью. Главное, что непонятно, как они вообще освободиться смогли. Думаю, что, наоборот, кто-то из моих. Ты ничего подозрительного не замечал в последнее время? Нет, вроде ничего подозрительного не замечал. Кстати, я раздобыл нужный ствол для торговца. Ладно, с побегами позже разберусь. Где-то я добыл эти стволы? Ну, старые связи всё же пригодились. Это очень хорошо. Теперь мы сможем воплотить в жизнь план Миклухи и, наконец-то, уничтожить этих монолитовцев. Ах, да, мы расшифровали ещё один файл с БК Миклухи. Оказывается, что под заставой есть лаборатория, и монолитовцы напоставляют оружие у многих бойцов именно через неё. Да, чем дальше в лес, тем... Да, ну так, для начала нужно их базу настроить и уничтожить, а там посмотрим. Всё, ничего, но нужно будет дождаться до заставки костюмов. Не знаю, сколько время ей займёт. Давай сюда ствол, я отправлю их торговца и будем ждать. Понял. Да, я понял. Может, теперь просто поспать, я так понимаю. Опа. Теперь у шамана квест. Ну, сейчас попозарим. Не минуты покоя. Здорово, зверь. Слушай, тут охотник один застав прибыл, он сейчас у нас на хуторе. Мне как раз сказали ему, что нужна помощь, хороший стрелкат. Так я сразу тебе подумал. Охотник этот, глава группы тех охотников, что у вагончика лагерь разбили. Кличка у него Хантер. О, Хантер прибыл. Кота, который командует Гантой. Да чё, не слышал? Слышал, конечно. О, брат. О Хантере много чего рассказывать, рассказать могу. Я его давно уже знаю, его все знают и уважают. Некоторые даже побаиваются. Настоящий мужик Скала. Дуэйн Скала Джонсон. Очень надежный друг и напарник. Он в зону давно пришел, еще с 2006-го, кажется. Как он сам сказал, не нашлось ему места в том мире. А тут он быстро освоился. Он ведь еще до зоны охотникам знатным был. А тут дичи хоть отбавляй. После ему стали заказы большой с земли поступать на разных мутантов. Ну, на чучело всякие там и тому подобное. Позже, когда зона была уже чуть изучена, стали всегда всякие туристы приезжать. В основном богачи, которым острых ощущений хотелось. Ну, Хантер им охоты проводил, так что жилось ему неплохо. А однажды на него какой-то америкашка вышел. Он вроде как фильм документальный о фауне зоны хотел снять. Ну и попросил Хантера поводить его по зоне, да звере показать. Это был первый и последний случай, когда турист, который нанял Хантера, погиб. С тех пор он больше не водит по зоне никого. А Хантером его как раз тот американец спокойно прозвал. Так и приклеилось. И какая же... Ну, Хантер это охотник, в принципе, с английского, поэтому... И какая же помощь ему нужна. Этого он не уточнил. Сходи к нему. Сейчас сходим. Потому что ганта пидор, вот ганта квеста не дает. Вот видите, хотя бы у главы группировки есть что-то нам подсобить. О! Ну, нихера себе, да, такой парень прям... Похож на Дениса Лебедева. Очень. Здравствуй, наебник. Я так понимаю, что ты уже говорил с Шамадом. Да, я говорил с ним. Слушай, Шамад сказал, что ты можешь вывести меня с заставы. Это так? Да, я могу это сделать, но не за просто так. Деньги мне не нужны. Вот если поможешь мне кое-что сделать, тогда я буду... И тогда, когда я буду ходить заставы, возьму тебя с собой. Договорились? Понятно, что тебе нужно. Нужно, чтобы ты мне твари одной выследи помог. И прикрыл в случае чего. Мало ли что, может быть, зайти. А чего охотников не возьмешь? У них опыт в этом деле побольше моего будет. Понимаешь, был я ученых на интере, а той твари одной, которую здесь видел, им рассказал... Они попросили обрезать все ткани добыть. Заплатил, заплатить, они уже хорошо обещали. Но если делать награду, заделиться награду всей группой, получается не так уж много денег. Ханжа гребаный. А взять кого-то одного тоже не могу. Другие не так поймут. Поэтому лучше им вообще ничего об этом не знать. Ладно, помогу тебе. Творюга эта псевдоплоть называется. Етить ее так. Она не совсем простая. Много всяких байк они травят. Но я никогда легендами не верил. Но позже мне и самому удалось убедиться, что большинство рассказов о ней правды. Помнится, пошел как-то на свалки радиометаллов. И вдруг слышу, как на помощь зает кто-то. Я присел и потихонечку в сторону этих воплей пошел. Но сразу меня насторожило кое-что. Неразборчиво как-то речь шла. Но смысла слов понять можно было. Так вот, подошел, значит, к этому месту. За кабиной от КамАЗа спрятался и посмотрел в сторону Криков. Ты не представляешь, как я удивился. Вместо какого-нибудь странного сталкера там сидела эта самая псевдоплоть. И на человеческом что-то бормотало. Хотел я пока прикончить эту тварюгу. Правда, даже ментовку с плечением успел снять, как тварь без следа пропала. Интересная история. Что думаешь, где тварь может бродить? Так и есть. А, так и есть. Точно тебе говорю, логово у нее где-то там. Спокойно она себя вела слишком. Есть там ложбинка одна. Даже в солнечный день там сыро, там постоянно сыро. Скорее всего, все доплывут там. Как подберемся ближе, ты заходи справа по холму, а я зайду слева. Как ты видишь, что гниду, гони ее на меня. Я ее добью. Без базара, покажи дорогу. А, ты про эту ложбинку, я понял тебя. Так, ну давай, у меня тут есть тоже пушка. Следовать за Хантером. Да следую, следую. Я тебя понял. Стой, я что-то ходил, ничего не видел такого. Можур, дай ему казань от Хантера. Давай, следи, смотри. Я ее не вижу пока что. Так, ребят, продолжаем играть. Ну что ж, у нас опять случился краш, но без краш и сталкер нет, сталкер. И плюс опять была тотальная бриятина, которая меня уже бесит на самом деле по... На протяжении всей игры, которой я здесь играю, это выбросы. Блять, мы когда... Короче говоря, мы шли дальше с этим парничкой. Убедили вот эту срань. Я нихера не сделал, но я просто убил. Квест выполнен. Все. Как бы квест мы сдали. Потом начался выброс, я не успел с ним даже поговорить. Пришлось, короче, бежать опять к Ангару. Там съесть минут пять. Не знаю, вот эта проблема с выбросом просто дичайшая. Да, получили свои бабки, сдали квест. До встречи, все. Как бы до свидания. И, собственно говоря, да, вот у нас сообщение от Ставрида, что посылочка пришла, нас ждут. Не знаю, меня начинают уже поднапрягать. Это конкретный фейл. Я думаю, у людей он будет очень сильно во время игры раздрачивать. Просто по-жёсткому. О, кстати, стоп. А, за заказом нужно идти туда. А я так это, на базу, типа по пути на базу шёл. Ну ладно. Короче, немножечко странненько. А почему-то не пофиксили. Потому что НПС-то неуязвимый, насрать. А вот мы ложимся, как нихер делать. И это проблемно. Немножечко проблемно. Так, ладно. Где там заказ-то? Ёлки-палки, ты чё, заказ принёс в эту, что ли? В сезон? Меня сейчас тут сломает. У меня уже хп капает. А, стоп, это и есть база. Чё я туплю? Просто карта не прогрузилась, бывает. Такое бывает, ребят. Так, с кем базарить, с кем базарить? Где вход? Кончились силы, бывает. У нас небольшой перегруз, но зато теперь есть патроны и несколько стволов. На всякий случай. Ставридушка, заказ прибыл, я готов убивать всех. Монолюк и не монолюк. Хороший новый зверь, прибыла наша посылка с комбинезонами. Теперь можно заполнить планы, по-моему, что даже не помолиться взяться. Ты как, готов? Готов. Так, ладно, где сейчас Солгуб? А, насчёт Солгуба. С тобой пойдёт не он. Люд, ты очень рвался, ты с тобой. Я сначала не хотел соглашаться, но всё же решил, что тебе с ним будет спокойнее. Он уже одел свой комбинезон, а уже типа... А, ну всё, да. Да. Ни пуха, ни пирог, чёрт. Ну что, уж будут новости. Одеть костюм. Клондайк. Так, костюм одели. Кстати, а мы ж пдайки не достали, вот в чём тема. Он сказал, типа, надо достать парочку пда монолитовских. Это. У нас бабла как нормально? Может, стоит этот костюм прокачать-то ещё, а? А, они вон там уже стоят, у этого. Привет, лютый. Блять, ну лютый с его мутным лицом реально похож на... Так, я так понимаю, ты ко мне к ПК-беренстроитель дошёл? Именно так. На, опасное задание оставляет вас отправить однако. Но что поделать? Всю жизнь здесь нам приходится рисковать. Так, я сделал, что хотел, теперь монолитцы должны принять вас с лютым за своих. Кстати, можешь не переживать, вас на базе... Все на базе предупреждены на том, что вы под прикрытием. Из наших вас никто атаковать не станет. Охотников и вагонщиков мы тоже предупредили. Удача. Вот это, вот это, вот это правильно. Я могу его прокачать? Да. Закатай губу, блять, иди нахуй. Я понял. Да, я готов. Ты зачем это взялся? Захотел тебе помочь, поблагодарить за то, что ты сделал. Это многого стоит. Да и у Сологуба опыта мало, чтобы такие здания обходить. Ладно, можем идти. Тихо, 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 блять, убей эту тварь. Блять, блять, ты меткий. Лютый, сука. Ты пока в аномалии был, весь скиллбейдик просрал. Блять, ну и охрана у монолитовцев на базе. Какие-то снорки обсосные. Вот так, короче, мы подошли к базе. Была, конечно, немножко палевно. Мы херачили как могли, но, надеюсь, это не спалило нас. Ещё, блять, какая-то тварь бегает. Тоже бесит. Да выходи, мы не можем с тебя зайти, блять. Меня вон пацан тупит. Так, ладно, продолжаем играть. Походу, его сейчас сами замесят. Да, его убили. Вервульф, слуга монолита, мы рады тебя видеть с нами. Подойди ко мне, хочу поговорить. Иду, иду, дружище. Ты Вервульф, я просто... Нет, я не Вульф, я Бист. Он Вервульф, я Бист. Так, этот остался здесь, зараза. Пристроился там в уголочке. Надо идти странно, как монолит. Здорово, брат. Привет, слуга монолита. Привет, слуга монолита. Зачем мы прибыли сюда? Мы прибыли сюда, чтобы увеличить мощь монолита на этой земле. Мы не ждали сегодня подкрепления. Откуда прибыли? И почему вас только двое? Меня ещё пятерых братьев отправил к вам молитвенник. Мы проделали большой путь из Лиманска. Он был полный испытаний, и не все братья прошли поверх монолита. Мы должны были прибыть несколько дней позже, но монолит смилостивился и показал нам быстрый путь к вам. Слава монолиту, что вы смогли добраться сюда. Если вы не погибли по дороге сюда, значит, так было угодно монолиту. И вы нужны здесь. Я пойду. Так, маскарад на 5 баллов. О, пацаны уже молятся. Может, я тоже посижу? Валаху Акбар. Валаху Акбар. Нормально, пацаны. Всё, пацаны. Я помолился. Так. Гришка, аллигатор. Слава монолиту. Расскажи какую-нибудь историю. Ох ты, ёлки-палки. Это специальная методика монолита. Называется раскрученный вертель. Монолит, это свет и знание. Знание и свет. Да, да, да. Слава монолиту, слава монолиту. Не нужно вверх, где лестница, ребят? Где лифт? Где лифт Эцкий? Как попасть наверх? Как вы наверх попадаете? Алло. Странно. Сейчас найдём путь. Сейчас мы найдём путь сюда. Как же попасть наверх-то, ёлки-палки? Да ну, на этой херне тоже нет лестницы. Что за бред? По ней, что ли, заползать? Попрутим? Что-то как-то не так. Мне кажется, что-то я не так делаю. Ну ладно. Что, будем разбираться? Не, он по ней даже не лезет, ребят. Что за бред? О, не, полез. Не то это. Подождите. Мне что надо сделать сейчас? Установить зачатку на втором этаже. Вот. А, вот лестница, господи. Я там полез, блин. Так, пока никто не палит. Аккуратненько, аккуратненько. Опа. Опять этот чувак, нет. Как же он меня задолбал уже. Благодари, Монолит, неверный, за то, что ты сохранил... За то, что он сохранил тебе жизнь. Я бы здесь прикончил тебя, но мне запрещено это делать. Монолит выбрал тебя. Ты выбран, чтобы пройти его испытание. Твой друг у нас. Если хочешь спасти его. Лю, ты у вас? Что за игры вы ведете? Молчать, неверный. Здесь только я могу говорить. В твоем КПК отмеченное место-то. Именно туда пророк увел твоего друга. Если ты хочешь спасти его, ты должен отправиться туда. Окей. Ты кто вообще? Кстати, все смылись, ребят. Печально. Квест не удался. Так, куда мы его друга нас вели-то? А-а-а-а. Все, его в лабу поторобанили. Ну, я понял. Так. Ну, в принципе, патроны какие-то есть. Я думаю, я готов. Немножечко. Может прям, хоть прям сейчас идти. Хотя, может, стоит зайти на базу или нет? Или сразу к нему? Я, честно говоря, даже не знаю. Так, блин, это не выход. Выход сюда, в эту сторону. Выпей, ты задавался же бегать или еле. И это, надо снять костюм Анри, ты сраный. И надеть нормальный костюм наемника. Это он нихера по весу не тащит. Калымага обдолбанная. Как вы в этом ходите, не понимаю. Да лол, почему? Почему я быстро так устаю, чуть не понимаю. Слушай, одень нормальный комбез, короче. Одень мои артефакты, да. Все. Какие-то они у меня были. Не, еще была какая-то штука интересная. Ага, вот радиация минус 3. О, это тоже хороший, блин. Да хера, вот, знаете, вместо чего тебя ставить. Не, по-моему, статы этого были получше. Во. Так, а... На базу, на базу. Сейчас затаримся патронами. Чтоб наверняка, а то мало ли... А то мало ли, что может произойти. Нехорошего в этой лаборатории. Знаем, лабы в этой, в ЧС-ке. В ЧЗО-шечке. Тут они стрёмные. До хера мутантов. Плюс там, блин. Этот засранец весь мод нас что-то шпарит. Сторонглавш, как вот там, господи. Ой, ой, псезона, псезона, псезона. Должен успеть. Успели. Нормально. Так, вот этот вихрь, я думаю, продать на хер не нужен, блин. Только карман тянет. У него слишком дорогие патроны, поэтому. Поэтому, ну его нахер. По аптекам смотрим. У нас 10 таких, одна такая, бинтов 8. Ну, можно закупиться, но я думаю, этого хватит сполна. Так, шаманчик. У меня есть какие-то вещи. Купишь? КПК-химика. 2000. Отлично. Так. Так, да, продай комбез монолита. Нахер нужен дроборез. Эту штуку тоже продай. Стволяры продай. Мне нужны вот эти патрончики, да. На ПКМ у тебя патронов жалко нету. Печально. Ну, что поделать. Так, и на берету. Все патроны закупай. Хавки возьми тоже. Как в последний путь отправляюсь. Ну, иди с Богом. Иду с Богом. Стоп. Не нажал торговать. Просто, просто типичный я. Так, стоп. Еще раз. А, я нажал купить и нажал подать. Я понял. Я все понял. На гаснорка. Копейки, ну, продам. Почему нет? Дробь больше не нужна. Продал ствол, так что не нужно. Калаш. Не нужны патроны. Все? Продать. Окей. Все, я готов. Я готов. 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 Можешь зайти к этому. К механику. Сюда, когда качай П90. На всякий случай. Я к еще ведра муту. Да, 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 да. Так, ремонт. Ремонт. Подготовка полным ходом. Все прокачано. Так, удобство. Да. Насильность. Да. Темп огня. Конечно. Это же П90. Тут темп огня. Это основное. Отдачу меньше. Уже по точность. Отдачу меньше. Еще отдачу. Все. Я прокачан по максимуму, ребят. Отправляемся в лабораторию. Я так понимаю, это у нас конец сейчас будет. Хотя я пока что не вижу логики. Но скорее всего сейчас какая-то бутра развязочка с этим вторым главом. И нам он все расскажет. Надеюсь. Если нет, у меня просто разорвет хлам. Так, проверяем. Да, где надо патроны заходить. И есть. Четыре сотни. Здесь. И есть. Три сотки патронов. Все нормально. Мы готовы. Только где здесь вход в лабу, я так не понимаю. Мы же здесь бегали, ничего не было. А, где-то дальше. А, я там видел люк такой бронированный. Я думал, что это тайник. А это, походу, вход в лабу, да? Да, походу. Прикольно. Отличненько. Так. Кошмары подземелья. Глава 5. Окей, окей. Кошмары так кошмары. Сейчас разберемся. Опа. Тесак. Опа. Опять Тесак. Падла. Он же тоже сбежал. Ну вот, мы снова встретились, зверь. А ты, как я вижу, имидж изменил. А что? Мне нравится. Теперь среди фанатиков своим будешь. Так, у меня нет времени и желания с тобой говорить. Сейчас неподходящее место и время для восстания отношений. Лучше бы ты свалил отсюда нахрен, Тесак. Иначе завалю. Не слишком-то вежливо. Время меняет всех. Но только не тебя, зверь. С самого первого дня, когда тебя спас рыба, я знал, что ты настоящая падаль. Ты предал всех. Ты предал даже того, кто научил тебя всему. Кто считал тебя своим братом. Кто готов был дать тебе последний рожок с патронами. Кто готов был с тебя в любом глотку порвать. Закрой пасть, Тесак. Не тебе отсудить меня. И ты не знаешь, кто я. Предупреждаю тебя в последний раз. Положи оружие на землю и сваливай, пока отсюда. Так. Мало того, что крыса поддала, у тебя еще и одна поганая черта. Самоверенность. Вперед с тебя. Ну, давай. Офигенно. Может, сразу в табло? Я просто хз, как по-другому. Только что вот так вот. Как тут можно было еще пройти, ребят? Нас сразу валят. Что с ним базарить? С ним Тесаком. Пошел он в задницу. Пришили, да и все. Я здесь не за этим пришел, поэтому мне он не нужен. Шо жив он, шо нет. Кстати, блин, я в этой лабе уже был. Вот в чем прикол. Да. Я тебя помню. И эту аномалию я помню. Здесь, кстати, раньше был бюрер и контролер. А, ну теперь есть ребята пострашнее. Но мы их убили. Нормально. Так. Привет. Окей. Какого стихера он здесь сделал? Здесь же вроде как база на монолита. Что здесь делают наемники, я не понимаю. Но что-то делают. Так. Зайем направо. Здесь что у нас? Все чисто? Что-то подобрали, походу. Или мне показалось? КПК Миколухи. А, вот какую-то штуку, карту. Карта лаборатория X7. Я понял. Сейчас открою дверцу. Там чисто все? Нормально. Есть. А, все, на автомат открывается. Я тебя понял. Привет. Так, здесь вроде бы чисто пока что. Эта дверь закрыта? Эта дверь закрыта. Значит, нам сюды куда-то. Лифты не работают. Ну, значит, пойдем ногами. Оп. Отлично. Так. Раз проход и... Здесь нет прохода. И здесь тоже. Здесь что-то есть интересное? Аптечка. Синенькая, кстати, хорошая. Какие-нибудь ключи. Есть код карты. Не знаю. Флешки. Нет? Ну, я проверил, так что ничего нету на самом деле. Главное убедиться, что здесь пусто. Где же падла Стронглав? У меня очень много вопросов. Очень много. Тихо, 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 тихо. Это же телепорт. Нет? Что-то как-то стремно. А он не срабатывает. Ну, ладно. Ладненько. Здесь тоже вроде бы пока что тихо. Прям никого. Только трупы. Так, нычка пустая. Опа. Так, ну здесь тоже все тихо. Никого нету. Здесь все пусто. Только зря патроны потратил. Есть еще ниже спуск. Ну и нам, в принципе, только туда идти. Сюда и вроде нельзя. Ага. Опа. А на другой стороне нычка неплохая. Не перепрыгнул. Бывает. Ладно. Так. Аномалия жарко. Тоже видели уже. Не впервой. Не впервой. Не первый раз мы здесь. Так. Препараты. Куда-то бежим. Найти лютого. Да ищу, ищу я лютого. Прыгай. О. Нормально. Здесь тоже раньше были. Да, кстати говоря, локация, походу, осталась вообще без переделки. Ай. Тихо. Есть. Подобрали. Птички лишние не бывают. Да прям поперили, иди. Вот так вот. Супер. Опа. Пацан даже не спел в инвиз уйти. Мы его порешали. Ну, бывает, бывает. Не среагировал, пацан. Я бы раньше было ходить в инвиз. Опа. Во-во. Пошли, пошли, пошли люди. Вот сейчас будет интересно. Сейчас будет интересненько. Так. Здесь тоже раньше была нычка знатная. О. Она, в принципе, осталась. Да, вот, вижу. Причем нейтралы. Нейтралы, это хорошо. Так. Что у нас здесь? Ничего интересного нету. Ай. Бывает. Больно, но не особо. Так. Нам еще ниже нужно. Вау. Придется падать? Что делать? Придется падать. По-другому никак, я так понимаю. Ай. Не критично, но больно. Так. Еще ниже. Ай. Ну, нормально. Добрались до низа. Опа. А вот и монолюги. Я костюм монолита снял. Ну, по мне, вроде, все равно не стреляют, поэтому. Не оставляй меня, монолит. А, они, типа, думают, что у меня квест. Это, типа, их главарь. Они думают, что стронглав это, типа, их главный монолитец или еще? Вот наркоманы чертовы. Так, еще нычка, я помню, помню. Да, собираем все. Так, калашик. Да, можно даже взять. Почему нет? Вдруг патроны кончатся. Сейф заперт. О, еще нычка. Так. Поговорить с лютым. Ага. Вижу его на карте. Не, не оно. Не там, не туда. О, вот здесь должно быть, да? Стоп. А, он что, с другой стороны, что ли? Ёлки-палки. Здесь же, кстати, где-то в какой-то комнате раньше был вот этот тайник монолитовца, помните? Нычка с оружием. Я, правда, не помню, где точно, но... Где-то здесь. Так, вот он. Его ломает. Ну, а что поделать? Друг, я пришел. А, черт, зверь, зря ты пришел за мной. Нельзя было это делать. Эта тварь, она появится, неоткуда управляет фанатиками. Ко мне в голову лезть залезла. Она пыталась заменить тебя сюда, и у нее получилось. Лю ты, кого хер ты несешь? Эта ягодина все еще здесь? Давай, дружище, нужно убираться с его. Нет, 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 это же слишком поздно. Послушай, зверь. Петрович показал мне, как перенастроить КПК. Теперь тебя не спутают с фанатиком. А эта тварь, она пытается залезть ко мне в мозг. Останови его, прошу, зверь. За меня не беспокойся. Я остановлю, лютый, обещаю. Так. Ты в порядке, да? Все, норм, встаешь. Это хорошо. Остановить эту тварь. Ну, елки-балки, лютый. Всю модификацию, пацаны, берегли, а он сам себя пристрелил. Причем у него ствол торчал выше башки, но это ладно, бывает. Так. Так. Найти эту тварину. Теперь... О, кстати, а вот и оно. Вот и оно, комбез сева. Ну, я думаю, комбез сева-то пожестче на шабут по статам. Конечно, почти по всем. Одеваем. А, блин. Только броня похуже, кстати говоря. И, блин, у него этот... Вес меньше, и под артефакт всего два слота. Но, блин, это же костюм сева, поэтому нельзя, нельзя. Так, одеваем самые нужные артефакты. Где, который давал пулестойкость? Не, пулестойкость. От радиации нам уже нихера ничего не нужна. Я уже одел его, все понял. Так, антирады в жопу. Вот этот возьму, да. Да, от выброса тоже возьму. Аптечки забираю все. Всех видов и цветов. Так, энергетики. Патроны все забираем. Да, от РПГ не нужны патроны. Блин, перегруз. Придется что-то скинуть. Калаш, прости. Эти патроны тоже не нужны. Кстати, это что у нас? А, это патрон АТО крупнокалиберный. Ой, нам завезли патроны на этот, на ПКМ. Вот оно что. Откуда вес поперто, а? Нет, это в жопу севу, ребят. Он слишком маленький, вес перетаскивает. Возвращаем свой костюм, которого 60 килограмм. Одеваемся в старые артефактики. Так, патроны на калаш не нужны. Эти нам не нужны патроны. Для Гаусс возьму, мало ли чё. Так, СВД-ха с патронами. Наверное, стоит взять, да? Как думаете? Я думаю, стоит. Почему нет? Нам веса хватает? Веса, в принципе, хватает. Нет перегруза? Нет, мы даже не вышли за 60, так что нормально. Наверху всё чисто. Так, гранаты. У нас гранаты, по-моему, были. Да, гранаты есть. Можно не париться. РПГ-хи тут нету, поэтому патроны нет смысла брать. Всё, 200 патронов. Я готов. Наверное, кстати, есть смысл вместо хавки поставить сюда тоже ещё одну аптечку, только посильнее. Вот так вот. Так, ну и чё, куда идти теперь? Здесь у нас аномалия. Найти уход из лаборатории. А! Так, я отсюда же выходил ещё на ези сейчас. Нам нужно просто ещё ниже. Ну да. Так, только я понимаю, теперь нас перешифровали, и нас опять будут мочить монолитовцы, но это не страшно, ребят. Это нормально. Ну, блин. Ну чё с тобой не так? Чё, жаробасик? Давай запрыгивай. О, зашли. Ребят, я пришёл. Я понял тебя, я понял, да, дружище. ПКМ! Зараза. Дел. Есть. Лёг. Лёг, 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 лёг. Ой, обожаю этот ствол. Просто обожаю, ребят. Как же он ебошит. Так, это чё? А, это я помню, это аномалия, да, красивая. Артефакты есть у ней? Нихера нету, ладно. Идём дальше. Чистый, чистый путь во мгле просто. Я не знаю, знаете. Сделайте свою модификацию лучше, просто возьмите локацию из путь во мгле. Конечно. Так. Опа. Нихерарики. Чё такое? Непонятно. Всё, не пашет. Ладно, забили. Здесь это было даже быть вентиляция, сколько я помню. Ага, вот она. Ещё ниже. Есть контакт. Попали в шлюзы. Так, куда выход? Какую сторону? А, ну походу вот оно. Походу вот оно. А вот оно чё, ребят? Остановить... А, чтобы взорвать проход. Сейчас установим... Где, подожди? Где установить... Подожди, зарчатку надо установить. Установить, чтобы взорвать проход. А, вот. Всё, 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 сейчас, сейчас, сейчас. Видел, видел. Подняться по лестнице. А, ёлки-палки. Так, ну что ж, продолжаем играть. Спустились мы в это чёртово... Адово подземелье. Так, ну чё, куда идти? Я вижу на карте квестового персонажа. Я, сука, голоден. Надо чё-нибудь похавать. Давай колбасы бомбанём. Геркулесика. Так, патроны на всех случаях перезарядим. А то мало ли сейчас кинуть гипер-супер-босса. Мы не готовы. Хотя, куда там? Кого я обманываю? У меня ПКМ, я готов. Так. Опа. О, опять отшельник. Приветствую тебя, зверь. Вот мы снова встретились. Слушай меня внимательно. Времени немного. Стронглав стал очень силён. Он пытается не под контролем моё сознание, но пока я могу сдерживать его. Эээ, чё ты несёшь? Стронглав не мог пробраться сюда? Я завалил ход за собой. Нет, зверь, ты ошибаешься. Ты очень много не знаешь. Стронглав здесь, и он проследует за тобой туда, куда бы ты ни пошёл. Вы с ним очень тесно связаны. Эээ, чё, старик? Вспомни выброс на кордоне тот, под который ты попал. Разве тебе после упражнения казалось, что какая-то часть уже не с тобой? Почувствую ты тогда пустоту внутри. Что ты говоришь? Откуда ты знаешь о выбросе? Не обманывай себя. Я долго время с тобой следил. Я знаю много о тебе. После того выброса часть твоей души отклалась с тебя. Этот осколок собрал в себя твои главные качества, и с тех пор этот осколок постоянно соображал тебя. Наблюдал за тобой. Но проявить себя как отдельная личность сущность не мог. Он так, эээ... Хрень, короче, какой-то Крис Траш из Гарри Поттера. Как его остановить? Боюсь, что тебе не понравится метод. Главная цель-то Стронглавы сейчас это заполучить материальное тело. Но единственное тело, в котором он сможет селиться, твоё. Если он это сделает, то ты пропадёшь навсегда. Твой росток исчезнет. Он уже пытался пощинить моему влиянию свою... А, мой раз за своё влияние, но у него ничего не получилось. Будем думать, что тебе просто повезло. Намезение не может соображать тебя вечно. Главное вспомнить, пока ты жив, будет жить и он. Значит, один способ убить себя? Да, к сожалению, это единственный выход. Вот, возьми старый пистолет. Блядь, чё за бред? Ты чё, мужик? Пиздец, блядь, что за модификация? Тут столько персонажей поумирало выстрелами в голову. Кого-то расстреляли, кого-то убили. Задолбали, вы чё? Давай, я сейчас твои шмотки ещё полутаем. Может, чё интересное было? Не, а может, есть какие-то другие варианты? Я не хочу себе в башку стрелять, чё за бред? Может, как-то можно расхерачиться? Надо чем-то обмазаться, какими-то артефактами или чё-нибудь типа такого. Давай, ты чё-нибудь против выброса таблеточку. Не, ну мы выброс, выброс-то пережили, таблеточку выпили. Я не знаю, ну это бред, конечно, какой-то. Стрелять себе в голову, это часть моей души. Насколько я знаю, стронглав это один из самых старых, могущественных, сильных кровососов на территории зоны. Он вообще никак не связан со мной. Чё за бред, блядь? Сейчас просто разъебу его в хламину. Ещё, о, один на один, да, сейчас будет? Етить, колотить. Но не ссы, у меня есть ПНВ, не ссы, не ссы. А чё, чё, где ствол-то в руках моих? Что за бред? Сейчас, сейчас, я с ножа ему с ножа в правое ухо. Я готов, готов. О, мне дали ствол, отлично. Напрягся, напрягся, напрягся. Напрягся. Ну почему, почему, почему странный ПМ? Идиот, падла, идиот. Ну давай, 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 давай. Стреляй, сука, стрелёй, блядь. Едить, колотить, всё потухло. Давай, давай, где, где ПМушка? Гаси, 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 гаси. Ну. Это конец? Что? Ах, етить, колотить, ребят. Короче, прошли, наконец-таки, мы... Пространственную аномалию, апдейт четвёртый. Наверное, сразу не поговорим, да, после модификации, пока я ещё свежее чувство. Не буду я отдельно записывать для неё там подкаст или видос для данной модификации. Сейчас так вкратце пробежимся по ней, по оценке, по оценке данной модификации. Во-первых, конечно, ну, такая аналогия сравнения с АПРО. Сейчас на АПРО вроде как оценочка успокоилась, а то там было у неё 4.748, рентинг был у аномалии. Сейчас вроде бы 4.5. Ну, моя оценка игры, конечно, где-то 4.2-4.3, потому что... Ну, она немножечко меня расстроила. Вообще, как бы, модификация мне очень понравилась. Но и в то же время расстроила такое двоякое чувство. Во-первых, модификация, которая была оформлена... Именно то, что было оформлено внутри аномалии, было всё суперски. То есть, вот, когда мы были в пузыре в аномалии, всё было настолько шикарно, сколько там можно было. Там было ровно 5 баллов. Там было, конечно, парочку косяков, но они, скажем так, не сильно влияли на игру, даже исходя из того, что они были. То есть, там было всё шикарно, как-то всё было связано очень даже сюжетно. Но после, после, вот, собственно говоря, даже после аномалии, когда мы попали в кордон, вот этот сон, который у нас, типа, 3 месяца назад был, типа, откат. Даже вот этот вот сон на ёмника на кордоне, он и тот был неплох. Но у меня просто нет слов от того, что я увидел на заставе. Это какой-то бред, причём вообще бред больного, который никак не связан с сюжетом. Это, во-первых. Во-вторых, я так и не понял вот этой вот концовки, блядь, вообще не понял. Как нас связали со Стронглавом, почему это часть нас, почему мы его не убили. Чё-то как-то странно. И самое-самое странное, что я был, что я помню, это, знаете, вот эта тема с квестом. То есть, в конце, когда мы помогли Хантеру, он нам сказал то, что может нас вывести из территории заставы, типа, и вернуть нас в обратную, в центральную зону, скажем так. И мы можем дальше нормально жить. А почему? Короче, я как-то пытался, знаете, поскольку я убил эту грёбаную овечку, ну, плоть, я пытался подойти поговорить с Хантером, но меня выкидывал, то есть, тупо краш. Причём 5 из 5, то есть, я 5 раз подходил поговорить с ним, 5 раз краши. Я так понимаю, там, там у нас вторая концовка, или что, типа, то, что можно уйти из зоны, но её пока что нету. Вроде как, все говорят сейчас про эту вторую концовку, но её пока что не существует. Скорее всего, это она и есть. То есть, типа, поговорить с Хантером, и чтобы он нас вывел из зоны. Типа, забиваем хер на этого Стронглава и живём дальше. И, в принципе, насрать. Ну, короче, как-то нелогично, я не знаю, то есть. Я понимаю, что это УБТ, это ещё, вроде как, это ещё УБТ, типа, это незаконченная модификация, типа, она ещё будет допачиваться, дорабатываться, ошибки будут исправляться. Всё это будет прекрасно, но, блин, как-то вот эта концовка, то есть, когда был выбор просто уйти из зоны, я зачем-то полез в лабораторию. Какие у меня были мотивы, я вообще не понял, какие были мотивы. Какие были мотивы унёмника помогать вольникам, какие были мотивы, я не знаю, помогать свободе, убивать монолит и так далее. Всё, что было на заставе, это полнейшая ересь, которая выносила мне к чертям весь мозг. Я не понимаю, почему такой офигенный старт, блин. То есть, в принципе, модификация, конечно, вся прошла очень ровно, плавно и хорошо, но как-то вот сюжетно было вообще всё потеряно. Вообще на заставе всё было потеряно сюжетно. То есть, сюжет, который был накручен на территории самой аномалии, он был просто просран. Я вообще не понял, как это вот... Во-вторых, в игре было, конечно, много косяков. То есть, вообще, во-первых, конечно, сюжет немножко подкачал. Но это ладно, делал один человек, возможно, что-то... Возможно, на него давило время. То есть, все постоянно писали, типа, когда мод, когда мод. И, возможно, он чётко поспешил, немножко что-то не доработало. Я даже дальше больше, чем в этом уверен. Во-вторых, конечно, были ошибки вообще в скриптах. Причём конкретно, не только у меня одного. И это порой бесило меня конкретно. Во-первых, это первый баг, это не респаун контролёра. В самом начале пространства аномалии, если вы не с первого раза, скажем так, проходите, всё. Там бывают баги, то, что умирает мазкит сразу, хедом от зомбаря в голову, только выходя из сарая. Бывает мне респаун контролёр. Бывает мне респаун контролёр. Бывает мне респаун мутанты на территории аномалии. Потом меня очень бесило, очень просто бесило. Я так понимаю, это даже не фишка разработчика. Разработчик просто засунул такую вещь как аддон погоды и атмосферы просто в модификацию, не подумав, зачем она здесь будет. Вот эта вот хрень с хими-выбросами, с обычными выбросами просто испортила в говно всю игру. Потому что у меня два раза во время... Два раза, то есть не один, два раза во время квестов, блядь, происходил выброс. А здесь такая тема. Здесь как бы НПС неуязвимые. То есть они продолжают свой квест, блядь, а мне надо куда-то уйти. У меня такая херня была в квесте с этим. Ну вы, наверное, видели, я не знаю, я вырезал или нет, или показал. Я что-то не помню просто, честно говоря. В квесте, когда нужно было помочь свободе, когда мы шли уже на, типа, ну, на атаку на монолит со свободой, у меня посреди поля произошёл выброс, блядь. Единственное место, где можно было спрятаться в ближайшее время, это тот самый ангар, где, собственно говоря, обитал монолит, блядь. То есть это настолько было тупо, у меня жопа прорвало просто. Мои пацаны, как бы, продолжают дальше квест, они неуязвимые. То есть они дальше идут, там, убивают кабанов, доходят до монолитов, и начинают с ним херачиться. Монолит херачит их, они их, друг друга херачат, а я, короче, сижу просто в ангаре, блядь, жопу тру, потому что, потому что выброс. Я не могу выйти. Как только я начинаю выходить, у меня практически шоу. Там практически ваншот, по-моему, шёл, так вот, на процент 90 хп. Короче, со скриптами было просто какое-то гигантское количество шипов, под конец оно просто вылилось, ну, в слишком большое море. Не знаю, блин. Стоило ли так торопиться с выхода модификации, когда вот страдало вот так? Я, конечно, понимаю, что делал один человек, базару нет, но есть же пример Долины Шорохов, да, в которой со скриптами всё вообще замечательно. Там багов вообще практически не было никаких. Везде всё шло плавно и плавно и хорошо. А здесь почему-то во многих косяках... То есть, я не понимаю, зачем выбросы были добавлены в эту игру вообще, в принципе. Они на геймплей никак не влияли вообще, они только портили его. Зачем этот апдейт или аддон был добавлен в эту модификацию, я не знаю. По мне, так он только делал всё хуже и хуже в раз сто, не знаю. Это просто какая-то гегемония разработчиков. Напихать как можно больше всего и, типа, будет круче. Да нихрена, ребят, порой простота выигрывает у суперсложности. И, блин, не знаю, короче. Меня это очень-очень-очень-очень-очень взбесило. Короче, говоря, если бы была оценка вообще модификации, вот чисто за модификацию, я бы, наверное, трояк влепил. Но, но в модификации была, скажем так, гениальная, не знаю, гениальный полторачасовой забег. В моей, скажем так, в моей жизни это такое впервые. Я хочу сказать спасибо разработчику за вот этот откат, вот этот сон трёхчасовой. И за тем, что вот мы пережили на кордоне во сне наёмника. Вот за это оценка очень сильно поднялась. Потому что вот здесь всё было показано просто круто. Максимально круто. Я никогда не видел таких херных диалогов. На Сталкере существует очень много модификаций про наёмников, но все они настолько нелепы и глупы, что про них даже говорить не хочется. Там наёмников показывают какими-то долбоёбами. Извините меня за выражение, тут по-другому никак не скажешь. Здесь наёмников показали такими, какими они есть. Блин, диалоги просто были настолько шикарными. Особенно диалог, когда мы этому парню с фамилией Синемана, как же его? А, Зохан, Зохан, Зохан на кордоне. Когда мы им говорим, типа, слышишь, сука, если ты бабла не вернёшь, я тебя на проценты посажу, типа, и ты мне будешь должен ещё больше. Это вот, не знаю, кордон был просто шикарен. Он вам показал, какие наёмники в натуре. Что наёмники это не... Это не сталкеры, это не люди, которые прибыли в зону из-за того, что их там жизнь выдавила или из-за того, что что-то не так пошло. Наемники это мужики, которые прибыли в зону, профессионалы, убийцы, чтобы кого-то убить, достать какой-то хабар, артефакт, вынести бабла и уйти. Это тупо для них работа. Вот и всё. И так оно и было, блин. Не знаю, кордон это просто было шикарно показано. Во-первых, очень хорошо показали, насколько наёмники приспособлены к миру. Вы видели, как они подлизывались там и к вольникам, и к обычным новичкам. Они дружили с военными одновременно. То есть со всеми дружили, скажем так, со всеми были связи. И в тот же момент мы убили ради своих целей этого Валерьяна. Как бы, да, со всеми дружами Валерьяна убили. Потому что для наёмников главное это своя выгода. Насколько я понял из модификации, они хотели войти в контакт с этими... Ну, со всеми, кто есть на кордоне, чтобы потом какой-то свой товар вывезти с кордона. Насколько я понял. Короче, ребят, кордон, блин, вот он просто шикарный получился. Не знаю, просто суперски. Моя оценка модификации где-то 4.2, 4.3. То есть чуть-чуть ниже, чем у АПРО. В принципе, я с АПРО согласен. Там с какой-то 4.5 или что-то такое. 4.4 у них стоит. Модификация очень хороша. Если учесть, что делает один человек, и в принципе вышло всё очень прекрасно. Но, опять же, вот эта нелепость с сюжетом. Я не понимаю, почему в последнее время у разработчиков вот такие фейлы. Они задают такую гигантскую планку в начале. Потому что в начале задумка просто нереально крутая. А в конце просто вообще сдувается хлам. Конечно, это не так плохо, как у Мидейроса. Там, блядь, вообще блеваться можно просто бесконечное количество времени. Здесь, конечно, куда всё получилось у Мидейроса вышло. Хотя бы осталась общая модель. То есть, хотя бы остался Strong Love, которого мы видели с самого начала. И хоть какая-то ниточка сюжета ещё осталась. Чего не было в Мидейросе и вовсе. Но, всё-таки, вот, наверное, основное слово, которое стоит сказать о модификации ПА. Это, что в некоторых квестах существовала нелогичность. В квесте, например, когда мы помогли призраку. Когда мы помогли призраку в пузыре. К нам подошёл отшельник, он с нами поговорил. Перед нами стоит мужик, который тебе рассказывает вещи, о которых ты вообще ничего не знаешь. И после он просто уходит и исчезает. То есть, мы не попытались его догнать. Не с ним как-то поговорить. Не больше что-то узнать. Он просто ушёл. Какая здесь логика? Я что-то не понимаю. Во-вторых, вот этот квест, когда мы отдали тайничок этого... Тайничок могильщика, падальщика этому... Как его, господи, звали-то? Ну, Шкрэкушку. Инпиэйс, которого озвучивал Шкрэк. Люто, по-моему, да, Люто, по-моему, его звали. А когда мы отдали ему этот тайник падальщика, типа, он сказал, что его откроют. И, короче, оказалось, этот квест не завершён. То есть, он так и не открыл этот ящик. Неизвестно, что там внутри есть. Во-вторых, вот эти вот, не знаю, там парочку фейлов были... Ай, как его, господи. Когда мы нашли дешифратора, помню, да? То есть, у нас там, по-моему, вроде отжали наёмники. И что-то типа такого. Короче говоря, там было как-то всё это нелогично связано с наёмником. То есть, по идее, наёмник должен был положить гигантский хер на всех этих ублюдков, которых он видит второй день, и сам выйти. Так бы сделал любой наёмник. Потому что ему абсолютно насрать на обычных пидорасов, которых он видит второй день в какой-то сраной аномалии. Он нашёл дешифратор и вышел. И ему по-херу на всех остальных людей. Вот это наёмник. Короче, вот это основная проблема этой модификации, это нелогичность. Ну, было моментов пять, наверное, нелогичных точно. Во всём остальном, модификация шикарна. Вот такое моё мнение. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи и пока-пока. А также ждите новых модификаций. Собственно говоря, так что... Как-то так. Субтитры сделал DimaTorzok